САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Жир внутри живота, или висцеральный жир, обволакивает внутренние органы брюшной полости, такие как печень, кишечник и поджелудочная железа. Повышенное содержание здесь жира может нарушить их работу. Жир в животе метаболически активен и влияет на целый ряд факторов, от которых зависит здоровье человека. Высокий уровень висцерального жира исторгает внутри тела поток вредных веществ, что приводит к воспалениям. Избыточный брюшной жир также может привести к высокому давлению и высокому уровню сахара в крови. Вдобавок он повышает уровень триглицеридов и снижает уровень хорошего холестерина. Недавнее обследование более 15 тысяч человек показало, что люди с большим количеством брюшного жира сильнее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Чрезмерное количество висцерального жира также повышает склонность человека к развитию инсулинорезистентности, что в свою очередь может привести к диабету второго типа. У человека с высоким уровнем брюшного жира также повышается риск появления рака. Как показали исследования, шанс заболеть раком кишечника выше примерно в два раза. Исследования женщин в период постменопаузы выявили связь общего ожирения в целом и висцерального, в частности, с повышенным риском рака груди. В тех случаях, когда исследуемые женщины теряли вес в среднем примерно на 6 килограммов, изменения в биомаркерах рака груди указывали на сокращение риска его возникновения. Нездоровое количество висцерального жира может также вызвать сокращение объема головного мозга, увеличение риска возникновения слабоумия и болезни Альцгеймера. У людей с высоким уровнем брюшного ожирения риск развития слабоумия может до трех раз превышать таковой у людей с меньшим количеством абдоминального жира. Контроль общего потребления калорий может способствовать снижению жира в организме и рисков с ним связанных. Употребление в пищу натуральных фруктов и овощей, сотворенных на земле нашим создателем, всегда будет лучшим способом получения питательных веществ для наших тел. Ешьте только то, что, как вы уверены, не навредит вашему организму. Советуем всем избегать переработанных пищевых продуктов и полуфабрикатов. Но если у вас нет абсолютно никакого выбора, всегда внимательно изучайте состав продукта и количество содержащихся в нем калорий. Если вы не знаете, из чего состоит ваша еда, то не употребляйте ее. Искусственные подсластители, такие как аспартам, связаны не только с набором лишнего веса, но и с более серьезными проблемами для здоровья, такими как рак, инсульт, депрессия, тревога, головные боли, рассеянный склероз. Большинство искусственных подсластителей, которые содержатся в современных продуктах, очень вредны, особенно детям. Поэтому мы советуем употреблять в пищу только натуральные продукты. Помните, у вашего тела есть права на вас, и ваша обязанность заботиться о своем теле. А если вы родитель, то ваша ответственность еще больше, поскольку дети полагаются на вас, вы принимаете за них решения. Стресс – вот еще один фактор, способствующий прибавлению веса. Существует прямая зависимость между гормоном стресса, кортизолом, и наращиванием висторального жира. Поэтому лучшие способы преодоления стресса, такие как ежедневная молитва и медитация, также могут внести свой вклад в уменьшение брюшного жира. Исследования показали, большинство тех, кто спит 5 часов в сутки или еще меньше, сильнее склонны к прибавлению веса. Поэтому, чтобы оставаться здоровым, постарайтесь спать хотя бы 7 часов в сутки. Для тех, кто уже набрал висторальный жир, доказано, интенсивные тренировки вкупе со сбалансированной здоровой диетой значительно сокращают уровень брюшного жира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok